Итак, тема проповеди будет называться «Главный ингредиент христианина». Это главный ингредиент, это главная часть христианина. Почему христианин стал христианином? Благодаря чему он христианин? Луки, 6 глава, 19 стих. «И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех». Вы представляете, воля Божья, она на всех распространяется. Воля Божья, чтобы все исцелились. И поэтому Бог помазал свыше силу Иисуса Христа. Он помазал силою. Иисус ходил в силе, в силе Святого Духа. И все, что Он делал, это делало, совершало Его сила. Знаете, как есть электричество, это физическая невидимая сила. А помазание – это духовная невидимая сила. Благодаря силе электричества мы сейчас освещаем это помещение. Сейчас работают камеры. Сейчас мы можем транслировать. Благодаря силе, электричеству. Но это физическая сила. Она ограничена. Но есть духовная сила, которая может присутствовать в вас. Сила Святого Духа – это ответ на все вопросы и проблемы человека. Сила решает любую тупиковую ситуацию. Если в вашей жизни есть тупиковая ситуация, сила Божья, она может способна решить ее, щелкнуть ее, как орешек. Послушайте, к Иисусу подошла женщина. У нее была большая проблема. Иисус не был в курсе этой проблемы. У Иисуса были другие дела. Он шел молиться за девочку, которая умерла. Он не был даже в курсе. Но вот когда женщина с верою прикоснулась к Иисусу, написано «из Иисуса вышла сила». И женщина почувствовала эту силу. Скажите, проблема этой женщины была решена за одну секунду. За одну секунду, за одно мгновение. Проблема женщины, которая мучила всю ее жизнь. Она заполнила все ее сердце. Она заполнила весь ее разум, все ее тело. Проблема мучила этого человека. Стоило только соприкоснуться с силой, и ее жизнь изменилась. Она была полностью здорова. Она была полностью исцелена. Она стала свободным человеком, счастливым человеком. Человеком, которого больше не угнетают. Человеком, которого нету больше этой проблемы. Вообще ее нету. Ее нету. Куда она делась? Не знаем, куда делась. Исчезла. Итак, мы видим. Иисус сам сказал, что я почувствовал, что во мне исчезла сила. Сила вышла из меня. Иисус почувствовал сам себе, что из него вышла сила. Видите? Если христианин живет, и в него жизни нету силы, то он несчастный христианин. Именно наличие силы в христианине показывает его полезность и его продуктивность. Есть толк от христиан только тогда, когда они наполнены Божьей силой, Божьей любовью, Божьим присутствием. Вот тогда христианин соответствует своему названию. Как Иисус, как Слово Божие говорит, что мы дети Божьи, что Господь дал нам такую великую, великую честь называться и быть детьми Божьими. Называться и быть. Называться и быть. Называться и являться. Знаете, если я сейчас оденусь в форму футболиста, и я буду выглядеть как футболист, я могу пробежать, я могу взять в руки мяч, я могу попинать. Но от этого я не становлюсь футболистом. Я все равно не буду футболистом. Даже если я одену форму футболиста. Даже если многие называют себя христианами. Кулончики повесили, крестики повесили. Это не делает абсолютно вас христианином. Вас делает христианином сила, которая должна находиться в христианине. Потому что корень христианина – Христос. Что в жизни Христа означает Христос? Что это? Это означает помазанный. Человек, который был помазан силой свыше. Христиане – это те люди, у которых есть сила. Ничто иное. Ничто. Мы можем говорить там, вот, знаете, главное – любить. Послушайте, любви не бывает без силы. Любви не бывает без силы. Послушайте, если бы на Иисусе не было бы силы, никакая любовь не была бы проявлена. Он бы просто подходил и гладил по голове больных людей. Прокаженных людей. Умирающих людей. Безнадежных людей. Он бы просто гладил, говорил, я люблю тебя, мой хороший, потерпи еще. Сейчас еще смерть придет за тобой, потерпи чуть-чуть. Вот как бы выглядело, как выглядят многие христиане сегодня. Они утешают. Чем можно утешить человека, который страдает? Только тем, что ты изгонишь эту болезнь из него. Эту немощь, эту слабость. Но это возможно только при наличии силы. Для чего нужна сила христианину? Вопрос. А кто из христиан желает быть слабым? Мы знаем, как в природе разбираются со слабыми. Мы знаем, их хищники едят. Их хищники пережевывают, догоняют и угнетают. Потому что у хищников больше силы. Вот и все. Если бы зайцы были бы сильными, они бы давали бы отпор волку и лисе. И льву. Если бы у косули была бы сила не просто бегать, а отражать, ее бы никто не ел. Но у них нету силы. А вот у льва есть сила. У других хищников есть сила. Послушайте, мы живем точно в таком же диком мире. Где друг друга могут есть. Где друг друга могут уничтожать. И мы живем не только в физическом мире. Мы еще живем в духовном мире. И многие верующие не могут понять этого. Что в духовном мире против верующих, против христиан, восстает дьявол и восстают бесы и демоны. Они восстают и противятся, противостоят. И если у верующего нету силы, он не может противостоять, потому что у бесов есть сила. Есть сила. Если у вас нету силы, у них есть эта сила. Посмотрите, как они контролируют людей. Посмотрите, как они связали рабством людей во грехах. Если бы не было силы, люди бы все ходили бы свободные. Никто бы не грешил. Христиане, как апостол Павел писал, что наша брань не против крови и плоти. Мы не воюем с людьми. Нам незачем делать какие-то войны. Наша война, наша брань против духов злобы поднебесных. Вот там, против демонов. Сражайся. Как ты пойдешь туда, если у тебя нету силы? Какому дьяволу ты скажешь, пошел вон во имя Иисуса, если у тебя нету силы? Если у тебя нету огня? Как ты можешь человеку сказать, Бог любит тебя, если у тебя нету силы? Если это не чувствуется? Если не чувствуется из твоих уст любовь? Иисус сказал своим ученикам, прежде чем он ушел на небо, последние его слова. Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. О том, о чем я вам говорил еще в начале. Ждите, что ждать? Что ждать? Иисус пришел, Иисус умер, Иисус воскрес. Что ждать? Ждите Духа Святого. Ждите силу. Ждите силу. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Как многим христианам необходимо это сделать? Как многим христианам нужно сознаться, что они полный ноль? Что они беспомощные? Они бесполезные, они непродуктивные. Почему? Не потому, что они плохие люди. Они могут быть талантливыми, хорошими, умными людьми. Добрыми и щедрыми. Но дело не в этом. Дело в том, что нашел ли Дух Святой место в твоей жизни? Нашло ли твое сердце силу Святого Духа? Сегодня христианство стало слабым. В Европе, я не знаю, как в других странах, может быть, и не так. Но здесь, на этом континенте, христианство, оно слабое. Потому что ему дали взамен что-то. Выменили у него. Знаете, как делали первые эти захватчики у индейцев? Выменивали золото на безделушки, на фантики, на зеркальце. Могли выбидеть золотые вещи. А индейцы такие, о-о-о, фантик какой-нибудь смотрит, какую-нибудь безделушку, расческу или какое-нибудь зеркальце. А у него золото забрали. Дьявол сегодня забирает силу у верующих. Почему? Ну, верующие перестали молиться, перестали поклоняться Богу. А сила не приходит сама по себе. Ее нужно вырабатывать. Ее нужно генерировать. Ее нужно сохранять. Посмотрите, как Библия говорит, что Петр и Иоанн шли в храм по обыкновению. Для них это было обыкновение идти в храм на молитву. Обыкновение. Поэтому неудивительно, что у них была сила. Для них это было естественно идти на молитву. Естественно. И поэтому, когда они встретились с проблемой, которая сидела 38 лет и не могла ходить, это проблема. Это был человек, у которого не было ног, считай. Может, они и были, но они никогда не ходили. Никогда. И Петр сказал, у меня нету серебра и золота, но то, что имею, даю тебе. Встань во имя Иисуса Христа. Сила Святого Духа подняла и сделала этого человека абсолютно здоровым человеком. Если бы у Петра не было бы силы, хоть сколько дергай инвалида. Ты просто потревожишь его. Ты разочаруешь его. Многие верующие пытаются молиться, возлагают руки, провозглашают, но у них нету силы. И они разочаровывают людей. Лучше бы шли в тайную комнату и заряжались Божьей силой, Божьим присутствием. Когда ты снаряжен, тогда ты можешь идти и выступать против сил тьмы. Сила нужна для жизни и для служения. Сила нужна, во-первых, для тебя, для самого. И для того, чтобы являть любовь Христа. Потому что, когда ты идешь, когда ты молишься за людей, когда у людей происходят чудеса и приходят ответы, люди видят любовь Бога. Люди видят, что Бог их любит. И Бог реален. И Бог – это не просто пустые слова. Это дела. Отсутствие силы внутри делает христианина пустым, скучным и бесполезным. И тогда такие христиане потом ищут развлечения. Как бы заполнить пустоту? Где бы интересно что-то посмотреть? Как бы расслабиться? Как бы посмеяться? Где бы как-то что-то, знаете, отвлечься? Но если бы сегодня, ты, дорогой друг, искал бы присутствие Божьего, ты бы поклонялся имени Иисуса Христа, ты бы питался бы Словом Божьим, у тебя была бы невероятная сила. Посмотрите, как делал Иисус. А Иисус – пример для всех, для нас. Написано, когда после большого чуда Он сотворил, накормил тысячи людей. Это было сверхъестественное чудо. Написано, Он учеников отправил в лодки, а Сам пошел на гору, наедине, помолиться. Он пошел помолиться. Когда такая только что слава, можно, знаете, общаться, устроить общение, братское, сестринское общение, кушать, веселиться, смеяться, говорить о чем-то. Нет, Иисус уединился и молился. И неудивительно, неудивительно, абсолютно неудивительно, что в три часа ночи Иисус пошел по морю. Пошел по верху, не проваливаясь под воду. Пошел и явил эту славу. Для чего Он явил? Для того, чтобы мы брали с Него пример и тоже ходили по воде. Римлянам 8,35 Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь! Или теснота! Или гонение! Или голод! Или нагота! Или опасность! Или меч! Как написано, за Тебя умышляют на всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силу возлюбившего нас, невозможно это пережить просто так. Гонение, холод, лишение, если в нашей жизни не будет божественной силы, присутствие самого Бога, присутствие Святого Духа. Иисус назвал нас солью. Он сравнивает нас с солью. Матфея 5,13 Вы соль земли! Дорогие друзья, вы соль земли! И если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве? Выбросить ее вон, на попрание людям. Если соль потеряет свой вкус, то для чего нужна такая соль? Соль придает вкус. Оно делает просто невероятным блюдо. Блюдо становится вкусным. Знаете, соль, у нее много функций. Она также обеззараживает. Еще делает соль уникальная, очень уникальная функция. Оно возбуждает жажду. Я думаю, больше всего хотел бы поставить ударение, что соленые христиане, вкусные христиане, христиане, у которых есть сила, они возбуждают в других людях жажду по Богу, жажду по сверхъестественному, жажду по чудесам. И таких людей очень легко привести к Богу, у которых появилась жажда. Но жажда вызывается солью. Иисус сказал, вы соль, вы вызыватели этой жажды. Люди, пообщаясь с вами, это равносильно, что они покушают соли. Потом им очень сильно захочется пить. Вот что происходит с людьми, когда обычный человек общается с человеком, у которого есть сила. Он начинает интересоваться Богом. Он начинает молиться. Его жизнь начинает преображаться. Он начинает задавать вопросы. У многих людей сегодня нет вопросов о Боге, нет вопросов о духовном, о сверхъестественном. Почему? Потому что у них нет жажды. Нет жажды. Человек не хочет пить. Но как вызвать жажду? Солью. Иисус сказал, вы соль. Но если же соль потеряет силу. Как соль может потерять силу? Это христианин, который без силы Святого Духа. Вот он, христианин, у которого есть сила. Он может проповедовать, он может влиять. У него есть смелость. У него есть смелость молиться за людей, за одержимых, за больных, за проклятых. И вот этот же христианин, уже через несколько недель, он без силы. Или может через несколько лет. Он без силы. Мы помним этого человека. Он такой был сильный. Он такой был огненный. Он такой был страстный. Он так сильно любил Бога. И сейчас мы видим, он потухший. Почему? Потому что он не заботился о силе внутри себя. Как только христианин теряет силу Святого Духа в своей жизни, он теряет свое имя. Он теряет свое предназначение. Его предназначение от корень, корень слова «Христос» помазанный, то есть на том, на ком сила Святого Духа. И если ты христианин, и у тебя нету силы, то вряд ли ты христианин. Ты просто верующий человек. А апостол Яков пишет, и бесы веруют и трепещут. Ты можешь назвать, сказать, я верующий. Я верующий. Но какой же ты верующий, если у тебя нету силы. Ты сам скучный. Тебе самому с собой скучно. И ты хочешь еще повлиять на людей. Ты не сможешь. Ты сам будешь зависимым человеком. Ты сам будешь искать, где бы тебе чем-то заняться. Но в тебе должна генерироваться сила. В тебе должна созидаться жизнь. И она должна выплескиваться на других людей. Иоанн Креститель говорил, ему должно расти. Ему должно расти. А мне умоляться. И мы знаем, как умолился Иоанн Креститель. Он был убран со сцены. Ему отрубили голову. Потому что он набирал обороты. И люди уже задавали вопросы. Не ты ли Христос? Он говорит, нет, не я. Но тот, кто идет за мною. Из-за того, что Иоанн был видимой фигурой, Бог убрал его. Его нужно было убрать, чтобы только на Христа смотрели. Не на Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель – подготовка. Он – воспитатель, который привел нас в школу. Из детского садика. Он привел нас в школу. Познакомил нас с учителем. И он должен уйти. Вот так и мы. Не должно нас видно быть. Не должны наши таланты кого-то удивлять. Христос должен сиять через нас. Его сила должна действовать через нас. А нас, как Иоанна Крестителя, и убрали. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Да, но мы видим, что ты живешь. Но это уже не я живу. Все мои желания были изменены, поменены. Теперь во мне Божьи желания. Они теперь доминируют. Лучший пример о силе, если говорить о силе. Яркий очень пример из Библии – это Самсон. Самсон был рожден специально, чтобы быть судьей в Израиле. Потому что не было царя. И народ был разбросан. И народ израильский был угнетаем. И поэтому Бог воздвигает и рождается у пожилых людей, рождается Сын. С пророчеством, что Он будет защищать Божий народ. На Нем будет сила. Были даны некоторые инструкции родителям, что ему можно, что нельзя. Но его окончательная функция – это защищать народ Израиля. Защищать, спасать от врагов. И дьявол, он ненавидит таких христиан. Он ненавидит огненных христиан. Христиан, которые имеют силу Святого Духа. И поэтому он искал Самсона. Ему Самсон не был интересен. Ему был интересен секрет его силы. Дьяволу не интересен сегодня верующий. Ему интересна эта сила, которая в нем. Ему это опасно. Это опасно для него. Но ни в коем случае не человек. И дьявол гонялся за ним, преследовал его. Знаете, как полиция гоняется за преступником и по следам – вот, 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 сейчас найдут, сейчас найдут, сейчас обнаружат, сейчас догонят. И дьявол гонялся за Самсоном многие годы. И, к сожалению, настиг его. Настиг и ударил туда по слабому месту и лишил его силы. Дьявол гонялся за секретом его силы. Пока на Самсоне была сила, он был непобедим. Он запросто отражал любую атаку врага. Любую атаку врага. Но стоило врагу узнать и лишить Самсона его силы, он стал беспомощным и стал молоть на врага и развлекать его. Мы знаем, как закончились годы жизни Самсона. Очень печально. Великого мужа Божьего. Такая великая сила была на нем. Вы можете жить совершенно другой жизнью. Вы можете жить счастливой жизнью. Но запомните, если у вас нету святости, у вас не будет силы. Если в вашей жизни есть грех, если он присутствует, если вы позволяете, если вы машете рукой и говорите, да ладно, это мелочи, то знайте, что дьяволу как раз мелочи и нужны. Он все начинает с мелочей. Он все начинает с мелочей, но заканчивает полной разрухой. Сегодня тот день, когда нужно задуматься. Сегодня день, когда нужно начать переосмысливать и покаяться. Как много людей ждут верующих, ждут христиан, когда те придут к ним и помогут. До 13 лет ребенок, сирота, ждет маму, ждет родителей. До 13 лет. После 13 лет он уже никого не ждет. Знаете, этот мир, он как осиротевший. Он ждет, кто бы принес им радостную весть, кто бы принес добрые перемены в их жизнь. И те христиане, которые Бога были предназначены принести, они не имеют силы. Они заигрывают с грехом. Они сегодня лежат у долиды, у блудницы, в интернете, лежат там. Они числятся там. Их уже там не числят. Их числят в интернете. Они пропали там. А не там верные клиенты и посетители. Послушайте, это время. Новый год. Задумайтесь, Новый год. Вы можете сейчас все изменить. Вы можете начать идти правильно. Что-то надо терять. Послушайте, чтобы приобрести силу, надо многое терять. Поэтому Иисус отпустил учеников своих. Он отпустил народ. Он все, он уединился с Богом. Он как будто бы все отдал. Отпустил, чтобы сосредоточиться в молитве. И в молитве мы получаем силу. В молитве мы получаем руководство. Многие верующие будут жаловаться. А почему у меня это? А почему у меня то? Я вам говорю, вам Господь сейчас говорит, если бы вы поклонялись Богу, если бы вы любили Бога всем своим сердцем, вы бы не задавали сегодня эти вопросы. Вы бы сегодня не жаловались бы, а были бы полезными в Царстве Божьем. Я желаю всем, кто сейчас смотрит, я желаю вам, дорогие друзья, быть полезными. А чтобы быть полезными, нужно быть сильными. Не внешне. И иметь силу Святого Духа, внутри себя. Она, во-первых, нужна тебе, чтобы пройти все испытания, все трудности. И она нужна ближнему твоему. Поверь. Поверь. Мир сегодня ждет сильных христиан. Мир сегодня ждет христиан, на котором есть Святой Дух. О, они сегодня, их мало. Их почему-то стало мало, потому что стало очень много предложений появилось в этом мире. И христиане теперь смотрят по сторонам. Туда, сюда. И тратят свое время. На ерунду, на пустоту. Вместо того, чтобы искать Бога в молитве. Искать Божьего водительства. Искать Божьего присутствия. На это надо тратить свое время. Чтобы иметь силу, надо тратить ресурсы. Жизненные ресурсы. Пребывать в Боге. А мы куда-то все спешим. Нам что-то надо делать. Послушай, успокойся. Ищи Бога. Может быть, тебе вообще скоро ничего не понадобится. Ты просто об этом не знаешь. Тебе, может быть, вообще скоро ничего не понадобится. Вообще ничего не понадобится скоро. А ты суетишься и то, и все, и то. Столько желаний, которые губят тебя. Потому что они эгоистические. Проси сегодня, в Новый год. Проси у Бога желания, которые от Него. Потому что есть желания, которые от Бога, они чистые. И они приносят радость. Ты желаешь хорошего. Ты желаешь благословенного. Ты желаешь вести святой образ жизни. Ни один отступник уже не желает вести святой образ жизни. До Него это кажется скучно. Но когда ты вкусил, что такое святость Божия, какие плоды, то ты будешь ценить это. Ты будешь развивать это. Поэтому я каждому хочу пожелать в этом Новом году. Усилить свои отношения с Богом и проверить их. У многих христиан уже нет отношений с Богом. Близких отношений нет. Ты приходишь в тайную комнату, молчишь, не знаешь, что говорить. Как ты будешь проводить время с Богом? О чем? Только просить все. Дай мне денег, дай мне здоровье. Дай мне денег, дай мне здоровье. Дай, 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 дай. Потому что Бог для тебя стал магазином. Не отцом, не любимым. А стал просто супермаркетом. Бог не хочет себя так чувствовать. Он не хочет себя супермаркетом чувствовать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok